С 18 по 23 марта в рамках досрочных и основного дня голосования белорусы выбирали депутатов в местные советы 27 созыва. Говорить о важности подобного события не приходится. Каждый из проголосовавших понимает, он сделал выбор даже не в пользу конкретного кандидата или человека, он выбрал направление развития всей страны, выбрал будущее. А потому совсем не удивителен большой процент явки на избирательные участки. Что примечательно, воспользоваться своим конституционным правом с одинаковым желанием и настроем шли как люди пожилого возраста, так и молодое поколение. На сегодняшний день досрочное голосование проголосовало у нас порядка 30% наших избирателей. Радует активность идут не только пожилые люди, но и молодежь. В общем-то, нарушений никаких не выявлено. Все в спокойной, хорошей атмосфере проходит. На данный период голосование идет очень спокойно, без нарушений, никаких нарушений не замечено. Все при предъявлении документов голосуют, проходят по одному в кабину, изъявляют свое желание за кого проголосовать. В спокойной обстановке все проходит. Если кому-то какие-то нужные моменты выяснить, обращаются к председателю, к наблюдателю и получают полностью ущербующие ответы. На избирательном участке номер 129 одним из первых в этот день свой голос отдал и председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Полышенков. Соблюдая тайну голосования, мэр города не рассказал, напротив какой фамилии поставил отметку, но поделился критериями, благодаря которым сформировал свое решение. Не последнее место в этом списке занимают конкретные дела и свершения, которые уже есть на счету у того или иного кандидата в депутаты. Я отдал за людей, которые считаю наиболее достойными представлять наш регион, нашу территорию города в двух уровнях местных советов. В областном совете и в городском совете. За кого я отдал? Ну это есть тайна. Громиссия посчитает вечером безымянно. Мы берем достойного, считаю, кандидата и в областной, и в городской совет депутатов. Несмотря на то, что нижнего порога явки на выборах в местные советы нет и они состоялись бы в любом случае, активность берестейцев оказалась довольно высокой. В том числе и на закрытых участках, в список которых входит и Брестский областной родильный дом. Дать своему ребенку только самое лучшее, обычное и самое главное материнское желание. А потому к выборам молодые мамы подошли серьезно и обдуманно, ведь решение должно стать залогом счастливого будущего их детей. Я считаю, что каждый обязан соблюдать свой гражданский долг, голосовать, поскольку это влияет на ситуацию в стране. Каждый должен вынести свою лепту. Мы сейчас почти за двоих проголосовали за стабильное будущее. Чтобы они нам помогали, относились к своей работе, самое важное, чтобы нам было к кому обратиться с этой помощью, самое главное, чтобы наше счастье жило в спокойствии маленькое и все было хорошо.